Привет всем, здравствуйте! Сегодня у нас с вами прямой эфир по распаковке новой коллекции Hunt Club. Hunt Club. Очень красивая, во-первых, очень необычная. Давно у нас не было таких, знаете, каких-то грязненных, землянистых, натурально-природных, сложно сочиненных тонов оттенков. Короче, сегодня у нас новая коллекция 2023-2024 FW. Это осень-зима. Это основная коллекция локомотивная, которую мне сегодня хочется распаковку сделать, выкраску сделать. Потому что я до этого вам уже показывала краем глаза, как примерно будут выглядеть оттенки. Сегодня я хочу прям сделать выкраску, показать часть декораций, которые уже вышли и уже доступны к продаже. И посмотрите оттенки уже вживую, как они выглядят. Ну что, поехали. Давайте рассмотрим коробочку. Вы знаете, что я очень люблю упаковку. Это такая отдельная песня ода упаковки. Именно у этой коллекции Hunt Club. Такая, знаете, минималистичная, очень сдержанная. Я бы сказала, даже очень по-осеннему. Да, такая упаковка очень даже по-осеннему. Давайте послушаем мой любимый звук. Итак. Опа. Еще раз слушаем. Опа. Конечно же в Германии будет, везде будет. Это основная локомотивная коллекция на ближайшие полгода. Вы знаете, что мы выпускаем локомотивные коллекции два раза в год, под сезон. Помимо основных коллекций, которые состоят из восьми цветов, мы выпускаем еще промежуточные коллекции. Они в основном состоят из шести оттенков. Так. В самой коробочке нет наклеек и ложечек. Так. В коробочке, как вы знаете, у нас идут наклейки. И у нас идут с вами ложечки. Ложечки идут под выкраску. Из одного ряда типс. Вот. Но я рекомендую ложечки покупать отдельно, чтобы можно было сделать... Нет, ну что внутри. Внутри? А потому что все наклеили уже. Блин. Мне же сегодня выкраску делать, у меня сегодня распаковка. Это единственный набор, который уже сделали на видео. Понятно. Итак, поехали. Первый оттенок. Давайте посмотрим самый такой светлый оттенок из этой коллекции. Это номер 425. Номер 425. Там очень красивый шиммер. Вообще, на самом деле, этот цвет, он смотрится эмалью. Я хотела наклеечки наклеить в эфире. Вот, видите, мне девочки подсказывают, что наклейки все выкрасили. На две выкраски израсходовали. Так, ну, вы знаете, да, что в наборе идет обычно набор наклеек. Наклейки мы обычно делаем только в рамках набора. Так, сейчас хочется вам прямо показать. Я сейчас, наверное, фильтр уберу. Чтобы показать прямо вот этот шиммер красивый. Так, смотрим. Не знаю, видно вам. Поставьте плюсик, если вы видите шиммер. Он здесь такой где-то слегка розовый. И он очень такой нейтральный, благородный, да? Хотя, смотрите, на камере он сейчас переливает почему-то белым. Но на самом деле, если присмотреться, они такие вот розово-персиковые. Очень красивый оттенок. Давно, кстати, таких оттенков не было. Rose Water 425. Коллекция, видите, часть эмалевая, часть с шиммером. Но те, которые эмалевые, как 425 и 426, они смотрятся, в общем-то, как эмаль. Но у них очень благородный такой вот скромный, я бы сказала, шиммер. Вот 426, тоже очень красивый серый, но у него серебряные блестки. Если у розового такие они розовые, полупрозрачные, то здесь такие белые перламутровые. Крощик красивый, где-то серебряные, где-то белые перламутровые. Так, сейчас показываю. Здесь лучше видно блестки, здесь прям такой перламутровый серебристый, очень красивый шиммер, его много. И при этом еще сама эмаль тоже достаточно плотная. Потому что обычно, вы знаете, сложно сделать, чтобы эмаль и еще шиммер читался. Потому что белый очень сильно глушит блестки. Но здесь вот и в сером, и в розовом это получилось сделать. Очень два таких нежных, спокойных оттенка. Вот дальше идут абсолютно чистых две эмали. Это номер 427. Номер 427. Это прям такая эмаль. Он пыльный оттенок эмали. Это не чистый цвет, он такой вот мятный с оттенком пыли. Припыленный цвет мяты. Для осени прям будет очень хорошо смотреться. Поэтому для тех, кто любит спокойные природные цвета, вам эта коллекция очень понравится. Здесь нет каких-то прям сильно ярких, кричащих цветов. Да, кроме 430. Такой сложный оттенок. Все остальные оттенки достаточно спокойные. 428-й. Это тоже абсолютная эмаль. Еще раз напомню, сегодня у нас с вами обзор коллекции «Осень-зима 2023-2024». Сейчас я ложечки ищу. Ложечки. Так, поехали. 428-й. Очень красивый темный цвет. Он тоже припыленный. Он не чистый, насыщенный, да? А он вот такой с оттенком серой пыли. Припыленный зеленый. Сейчас я вам даже вот так вот. Грязно-бирюзовый. Вот здесь хорошо виден цвет. Кстати, когда я его на темном показываю. Вот так. Вот так. Я думаю, что сейчас понятно, да, какой оттенок. Вот, прям более или менее точно выглядит. Следующий оттенок более насыщенный перламутром. Может, идет, даже не перламутр, здесь идет именно шим. 400. А, нет, 429-й. Прошу прощения. Вот он, бронз. Такая действительно античная бронза. Очень красивый, коричневый. Вот этот цвет прям долго колеровали. Наверное, больше всего времени ушло на колеровку этого цвета. Мы его прям переделывали по 35 раз. Вот хотелось получить очень интересный оттенок. Смотрите, как красиво. Вот, в отличие от первых двух, здесь он уже такой более насыщенный, яркий блестками этот цвет. Сушим. 430-й. Следующий у нас идет перламутр, перламутр, эмаль, эмаль. Здесь шиммер, эмаль. 430-й. Он именно эмаль. Такой, знаете, медовый оттенок, но, опять же, припыленный. С небольшим количеством, я называю, грязи. В общем, такие припыленные, пыльные оттенки. Я уже делала обзор по этой коллекции в виде презентации. Обязательно, кто пропустил, посмотрите еще раз. Есть в ленте. Я делала обзор по трендам. Сейчас можно еще раз, перед тем, как показывать дизайны, пробежаться. Еще раз вам показать, почему выбор таких цветов. Да, такой вот медовый оттенок, но с небольшим подтоном серого. Тоже припыленный цвет. Хотя, достаточно яркий, смелый. Но вы знаете, что мы обязательно в колецу всегда добавляем хотя бы какой-то небольшой, маленький акцент. Чего-то нестандартного, неформального. Я такие цвета называю чуть-чуть неформальные. Хотя, сейчас клиенты готовы и к зеленым, и к бутылочным оттенкам ногтей, и готовы к оранжевым, и к зеленым. И чистая эмаль, такой прям шоколадный красивый оттенок. Такой, знаете, чистый шоколад. Вот есть молочный шоколад, да, а это вот прям горький шоколад. Я бы этот цвет назвала. Это вот прям вот горький-горький шоколад. Очень красивый цвет. Номер 432. Сейчас я его покажу на фоне темной коробочки, чтобы было лучше видно, какой здесь подтон этого коричневого. Ну, здесь вот хорошо видно. Вот, видно вот эти оттенки коричневого. Да, вот прям такой горький-горький шоколад. Сейчас мы с вами даже дизайнов поделаем немножко. Как раз посмотрите декорации, какие у нас вышли. Давайте еще раз коричневый. И такой вот прям вот горький шоколад. Очень красивый коричневый оттенок. Да, кстати, на коробку конфет чем-то похож. Действительно. Hunt Club. Сейчас я вам покажу дайджест. Каталог с дизайнами. Он уже есть тоже в продаже. Осень-зима 23-24. Он у нас получился очень минималистичный. Это вот сейчас я вам показываю оттенки. И рядом показы мод 2023-24. Этих оттенков, видите, их очень много на подиуме. И хотелось повторить одни из таких цветов, от которых, потому что их много, уже понимаете. И трендов много, и цветовой гаммы ее тоже очень много. И обычно компания выбирает что-то для себя, что в контексте там текущего тренда самой компании идет. Поэтому у нас в этот раз все очень такое спокойное. Действительно осеннее. Вообще, если посмотреть показы, очень много таких припыленных, натуральных, грязных оттенков на подиуме. Вот этого цвета тоже очень много. Причем, видите, горчица, она из сезона в сезон гуляет. Именно из осеннего сезона в сезон периодически подгуливает. Помните, и в том году я вам показывала. Вот в этом году это такой медовый оттенок. Он больше с грязнинкой. Где-то, значит, в такую зелень небольшую даже уходит. По сравнению с прошлым. Вот кто про прошлый оттенок помнит. Да, оттенок. Вот он был более такой, знаете, оранжевый. То в этот раз хани медовый, он более такой вот с зеленым оттенком. Поэтому вот сразу вопрос с прошлой осени. Что в прошлый раз был все-таки более оранжевый цвет. То в этот раз более грязный оттенок меда. Ладно, я не буду сейчас листать весь каталог. Много интересных вариантов дизайна. Сейчас давайте я вам покажу декорации. Какие можно будет сегодня посмотреть. Во-первых, вот эти декорации. Здесь единственное, смотрите, делали на длинные ногти. Понятно, что вот этот вариант декорации, это конкретно на короткие ногти. Вы знаете, что вот этот вот дизайн, непонятная колбаска на весь ноготь. Это очень такой популярный вариант. И мы решили вам вот так облегчить жизнь. Вы просто приклеиваете шермикон, берете GMT Клер. И у вас, смотрите, готовый вариант дизайна. Вот то, что сейчас в Инстаграм. В Пинтерест я называю это корейско-китайский стиль дизайна. Вот мы их сделали в шермикончиках, эти полоски. Вот такой очень интересный шермикон, классный. Слушай, попросил девочек номера шермиконов, распечатку. Сейчас я вам номера скажу. Смотрите, какой очень классный. Прям вот это мне, наверное, любимчик мой будет. Смотрите, какие классные. И очень много, видите, в таком стиле арт-деко, минимализм, абстракция. Смотрите, сколько прикольных, классных шермикончиков. Сейчас мы с вами что-нибудь попробуем сделать. Также по мотивам бокса Габриэль, кто помнит, выпустили вот такие шермиконы. Вот поэтому у кого там любовь-любовь была к Габриэль, к Шанель, вот. Поэтому обязательно покупайте вот такие шермиконы. Вы знаете, что мы в основном делаем всегда ограниченные партии. Поэтому кто любит вот такие в стиле брендового маникюра, нужно обязательно запасаться. Вот, потому что сейчас брендовый маникюр, это не такой большой процент клиентов. Хотя я сама потребитель брендового маникюра. Видите, в основном все потребляют, что сейчас очень много минимализма и абстракции. Поэтому, видите, этого побольше, этих поменьше. Так, слайдеры, кстати. С сегодняшнего дня в продажу поступили слайдеры номер 119. Здесь, видите, такой микс газеты и осенних элементов. Потом сделали вот такие смешные кружечки в стиле примитивизм. Это номер 114. И номер 113, цепочка из цветов. Тоже вот такими мишные. Еще хотели в том году их делать. Что-то как-то вот у нас руки до них не дошли. Я говорю, блин, этой осенью обязательно нужно сделать тоже такие милые. Вот эти варианты. Вот, смотрите, шермиконов и слайдеров будет больше. Это только первая часть. Давайте еще раз посмотрим. Значит, слайдеров. Вот, раз, два, три. Это с сегодняшнего дня они будут на сайте. Вот, смотрим. Раз, два, три. Шермиконы 6 вариантов. Сейчас я вам скажу номера. Можно вот так взять сейчас экран телефона, сфоткать. Вот, вот так давайте я вам положу. Сфотографировать, кто на сайте будет покупать, кто будет у менеджеров по работе с салоном и красотой. Вот так вот будет хорошо видно. Ой, шермиконы какие классные. Так, смотрите, получается брендовые. Это номер 235 и номер 236. Так, эти у нас 237. Вот эти у нас 239. Вот они 239. И вот эти кайфучие номер 238. Вообще, шермиконов, видите, это весь. Это будет следующая партия в сентябре. Еще раз, два, три, четыре, пять. Еще будут и слайдеры тоже будут. Пластины. Я, конечно, взяла, пошла у продуктологов новые пластины. Мне не хотели давать. Они будут только в начале сентября. Вот, но так как я без них работать не могу. Вот, поэтому я сегодня через стемпинг в любом случае буду работать. Поэтому пластины, еще раз, это пока ожидается. Вот это все уже есть в наличии, смотрите. И новая коллекция Hand Club. Hand Club. И новые шермиконы и слайдеры, кроме пластин. Так, ну давайте делать дизайн. Так, какой же мне дизайн? Прямо хочется показать вам вариант вот с этими штучками. Потому что вот здесь, видите, образцы на длинные ногти. Хотя на самом деле это для короткого маникюра. А где типсы? Там где-то. Тут одну нашла. Я сейчас, посмотрите, я сейчас специально сделаю прям короткий вариант. Чтобы как пример был на короткие ногти. Так, прям такой образец сейчас сделаем. Коротюсеньких ногтей. Ой. Так, ну такой вот. Длина единичка, двоечка. Я себе, вы же знаете, да? Я себе правую руку делаю короткую. Это вот как раз первый вариант дизайна будет на мою короткую руку. Раз, раз, открою. И эту жвачку откроешь. Так. Все сделали. Ну классно, конечно, на чем? На темном фоне, да? Давайте возьмем самый темный оттенок этой коллекции. Это номер 432. Это номер 432. Так, вы знаете, шермиконы нужно приклеивать на резиновую поверхность. И желательно для этого использовать текласс. Текласс идеальнее всего, подходит для наших шермиконов. Берем текласс. Наносим и сушим 2 минуты. Чем дольше сушите текласс, тем лучше лягут у вас шермиконы. Все, и тщательно сушим. Я сейчас показываю очень такой примитивный вариант дизайна с этими шермиконами. Понятно, что тут вариантов может быть больше. Но конкретно их создавали не для абстракции, а именно на короткую длину, когда просто от кутикулы до свободного края вот так вот по центру клеится вот эта загогулина. А второй вариант можно подлиннее уже сделать. С этими же загогулинками, да? Я вам, кстати, кому нужно, сейчас кладу под экран. Сфотографируйте. Потому что под матовым топом, конечно, эта коллекция тоже очень красиво смотрится. Смотрите, под матовым топом. Конечно, под матовым топом штука хорошо смотрится. Там, где мелкозернистая, либо крупнозернистая субстанция из пигмента, глитера, шиммера. Так, а здесь давайте сделаем какой-нибудь однотонный вариант. Возьмем, например, такой вот розовый, 425-й. У которого очень интересный такой розовый перламутр. Причем его там прям очень много. И за счет этого, с одной стороны, прям и плотная эмаль получилась, и в то же время очень хорошо блестки читаются. Очень красивые цвета. Так, здесь у нас уже все высохло. И подбираем. Вот можно любой взять. Прям не спеши. Потому что, видите, он полый. Чтобы криво не приклеили. Все. И теперь уже спокойно прижимаете, приклеиваете. Все. Теперь перекрываем матовым топом. И нам понадобится. И нам понадобится джемтиклер. Джемтиклер. Спросил у Юли джемтиклер. Так, теперь берем матовый топ. Не обязательно, конечно, делать через матовый, но хочется прям сделать сейчас эти элементы объемными. Поэтому я перекрыла матовым топом. Поэтому я перекрыла матовым топом и беру джемтиклер. Да, это вот эти сейчас дизайны, которые а-ля Корея, Китай, Япония. Да, ими заполнены все пинтересты, инстаграм. Просто их нужно делать вручную. Втирать пигмент, либо текстоном разукрашивать. А здесь мы вам предлагаем просто взять шермикон, перекрыть его матовым топом. И сделать объем, объемным гелем без остаточной липкости. Это очень быстро получается. Красиво, минималистично. Это даже те, кто не делают дизайн, будут делать. Видите, дизайн делается очень быстро. Понятно, что такие шермиконы, их нужно сразу много покупать. Там штук шесть, чтобы... Потому что здесь будет, скорее всего, один шермикон на два клиента максимум. Потому что этот дизайн нужно делать на всех десяти пальцах. Тогда будет классно. Там еще у нас цепочки такого плана выйдут. Тоже круто будет. Но они уже ближе туда, к осени выйдут. Все, видите, дизайн готов. И сейчас аналогично мы повторим, только на длину большую. Здесь предлагаю сделать в сочетании со стемпингом. Но в любом случае, также нам понадобится текласс. Перекрываем теклассом. Две новые пластины. Они появятся в начале сентября. Но здесь лучше, наверное, взять что-нибудь из абстракции. Просто кусочек. Тут же звериный стиль. Анималистичные принты. Они сейчас будут тоже очень популярны. Можно что-нибудь из абстракции взять. Так, что бы взять? Так, ну мы возьмем просто черный лак для стемпинга. Знаешь, что нет для стемпинга? Этих. С кучей. С кучей. Так. 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 Не на весь ноготочек. А вот так вот прям вот кусочек отпечатали. И теперь берем также из этой серии шермикончик. Вот так вот просто вешаем. Так. Так. Тоже сначала легко вот так распределяете, а потом только приклеиваете. и можно взять маленький кусочек. Зачем? Он висит обычно. Все, оставь. И вот теперь уже пальчиком аккуратно прижимаете. Все. Тоже очень быстрый вариант дизайна. Также можно сделать матовым топом. И также взять топ без липкости, либо вот джейм теклер, это объемный гель без липкости. И сделать объем. Вот этот вариант видите вот уже готов. Видите, быстро, удобно. Видите, быстро, удобно. Так. и то же самое что сделали у предыдущего варианта и обезжиривать ничего не нужно липкости у этого геля нет джем теклер еще раз напомню сейчас в другой формуле он так сильно не реагирует если вы вдруг забыли закрыть крышку сидите с открытой работать он тоже как пределах разумного должны понимать все материалы безостаточной липкости они очень сильно реагируют на свет даже от настольной лампы все равно будьте аккуратны но не такой капризный как предыдущая версия как понять это предыдущая версия лет новая версия на баночке написано new формула получаются такие очень красивые украшения еще раз напомню и это шармикончик 238 покупайте сразу много штук потому что это очень красиво это очень прям минималистично и понятно что расход идет большой такое классно делать на всех десяти пальчиках так что еще можно что-нибудь из этих слайдеров вот мне очень нравится то что газета давайте вот газету приклеим посмотрите как выглядит так ну он лучше конечно взять какой-нибудь серенький до нейтральный так да для такого вот яркого и чебе прям серый цвет нейтральный либо белый либо серый лучше брать не брать сильно какой-то цветастый фон как раз в этой коллекции есть два нейтральных бледно-розовый с шиммером серенький с шиммером будет хорошо делаем однотонное покрытие очень красивый серый такого у нас еще ни разу серого не было обычно у нас серые этой эмали а здесь очень красивые прям с таким сложным подтоном серебра белого перламутра смотрите какой красивый серый это четыреста двадцать шестой номер так воды нету а ладно я себе в кружку так ну смотрите здесь можно взять давайте вот прям вот так с биг беном ой не биг бэн а это англия это видимо эти часы как они называются в центре лондона лондонский таун короче не помню так перекрываем топ слайдером сушим одну минуту 30 секунд так все примеры пока покажу сейчас мы к нему пару сделаем посмотрим для пары можно наполовинку сделать серый кстати есть стемпинг текст можно еще и газета можно и оттуда взять на весь ноготь и листики разбросать поэтому в этот раз не стали тему осенью прям сильно ярко выраженную делать ультрабондом обязательно обрабатываю сделали ее в сочетании стены стеновую такую газету ой сюда еще кстати можно добавить краску сейчас я сделаю кто забыл у нас вышли две новые краски скоро сказать еще будет белая черная краска но только более крупнозернистая это вообще мелкозернистая вот эффект бетона великолепно получается делать настолько быстро особенно для нерисующих мастеров так берем черненький так беленький так беленький и сверху можно пройтись мазочки прям поставить так а на втором мы сейчас просто с вами возьмем сделаем сейчас я покажу как мы сделаем будет больше бетона и листики тоже будет классно вот так же перекрываем сереньким сушим сушим так теперь отсюда берем какой-нибудь листик и 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 здесь не будем топ слайдер наносить что тут всего лишь один маленький листик вот здесь предлагаю сделать с матовым топом так бетон легче делать тогда берете матовый вельвет топ все и уже сверху делаете бетон сушим так вы знаете краска она сразу без липкости но я ее все равно чуть чуть обезжириваю дополнительно тогда получается такой вот эффект прям то что нужно матовый так так и поехали так подсушили чуть-чуть и и и это все матовое его не нужно перекрывать дополнительно каким топом макси и 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 суши и и и и и наш обзор подошел к концу обязательно сегодня пересмотрите еще раз самом начале я сделала выкраску новой осенней коллекции это локомотивная коллекция наступающего сезона сезон только наступает даст до 1 сентября тут у нас осталось принципе две недели вот через две недели у нас уже будет осень вот на это осенняя коллекция понятно что у нас будет еще промежуточной коллекции но именно основной коллекции мы решили сделать спокойную приближенную к натуральным природным оттенком коллекция поэтому и название у нас такое видите hand club очень подходит под эту цветовую гамму всем пока пока